Врачи Сургутского центра охраны материнства и детства спасли жизнь 30-летней сургутянки. Осложнения у женщины произошли после родов. Началось сильное кровотечение. Было принято решение оперировать через прокол в бедре. Малоинвазивные операции специалисты, безусловно, проводили, но плановые. Этот случай стал первым, когда метод использовали экстренно. Все подробности этой истории в нашем сюжете. В пятые сутки Анжелика Бенюкова с малышкой находятся под пристальным вниманием врачей. Чувствуют себя прекрасно, но выписываться рано. Сургутянка вспоминает, роды прошли хорошо, но после них открылось кровотечение. Женщина потеряла около литра крови. Врач вообще такая работа, я не знаю, огромная благодарность за то, что спасли и жизнь мою, и вообще моя дальнейшая. Может, вдруг я еще соберусь за детишками. Все осталось по месте при мне. У Анжелики Бенюковой после родов произошла гипотония – плохое сокращение матки. Она и стала причиной кровотечения. Врачи приняли решение провести операцию малоинвазивным методом – через прокол в бедре. Делается пункция бедренную артерию. Через артерию мы доходим до нужного сосуда. В данном случае это маточная артерия. Заходим точечно и закрываем маточную артерию эмболизатами. Все это делается под местной анестезией. Это не так легко, но у нас есть либо под контролем рентгенской пи, мы это делаем, либо у нас есть УЗИ-оборудование, с помощью которого мы видим, где находится определенный сосуд, и можем пунктировать именно в нее, избегая осложнений. Обычно врачи Сургутского центра охраны материнства и детства в таких случаях проводили полноценные хирургические вмешательства под общим наркозом. Малоинвазивный метод в экстренной ситуации использовали впервые при кровотечении. В плановом порядке мы это все отрабатывали, чтобы каждый человек мог почувствовать себя плечом к плечу, чтобы по взгляду можно было понять, что нужно, потому что эта операция очень сложная. Она выполняется несколькими врачами, и вот проведя парадка 15 операций в плановом порядке, мы поняли, что данные операции мы можем проводить и еще в экстренных случаях. При этом у женщины не страдает ее репродуктивная функция, то есть через какое-то время после восстановления она может снова беременеть, рожать. В общем-то это замечательно. У нее нет спаечного процесса брюшной полости, у нее нет разреза на передней брюшной стенке, у нее нет рубца на передней брюшной стенке, то есть косметических каких-то дефектов. Поэтому это здорово. Дату выписки Анжелики Бенюковой еще не назвали. Теперь она полностью доверяет врачам и готова находиться под присмотром, сколько потребуется. Но сургутянка признается, очень ждет, когда вновь окажется дома. Там ее ждут муж и старшая дочь. Леана Киамова, Игорь Батищев, телекомпания Югра, Сургут.